25 ноября состоялась третья сессия Совета народных депутатов Кашхабльского района, в работе которой принял участие глава муниципалитета Заур Хамирзов. В повестке значились семь основных вопросов и один дополнительный. Одним из первых депутаты утвердили вопрос об исполнении бюджета района за 9 месяцев текущего года. Подробный доклад представил начальник управления финансов Аслан Дагужев. Предлагается утвердить исполнение бюджета муниципального образования Кашхабльского района за 9 месяцев 22 года по доходам в сумме 958 миллионов 462 тысячи 370 рублей 48 копеек, по расходам в сумме 949 миллионов 720 тысяч 405 рублей 51 копеек, с превышением доходов над расходами в сумме 8 миллионов 741 тысячи 964 рубля 97 копеек. По налоговым и налоговым доходам за 9 месяцев в консолидированный бюджет района поступило 158 миллионов 396,8 тысяч рублей, это 72,9% к годовым провинозным назначениям, составляющим 217 миллионов 157 тысяч. В том числе районный бюджет. Исполнение составило 113 миллионов 469,6 тысячи рублей, бюджеты поселений 44 миллиона 927,2 тысячи рублей. В сравнении с прошлым годом, фактическое поступление доходов за 9 месяцев прошлого года составляло 130 миллионов 164,3 тысячи рублей, в том числе район 95 миллионов 318,3 тысячи, бюджеты поселений 34 миллиона 846 тысяч рублей. Народные избранники в первом чтении также единогласно приняли бюджет муниципального образования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, сегодня на ваше рассмотрение утверждения выносятся основные характеристики проекта местного бюджета, а также основные направления бюджетной политики, основные направления налоговой политики муниципального образования Кашхабинский район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, так как именно эти показатели являются предметом рассмотрения бюджета района в первом чтении. Основными направлениями бюджетной политики муниципального образования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов являются обеспечение преемственности реализуемых целей и задач бюджетной политики муниципального образования Кашхабинский район, проводимые в предыдущий период, повышение эффективности бюджетных расходов и обеспечение целевого расходования бюджетных средств, обеспечение долгосрочной устойчивости бюджета муниципального образования Кашхабинский район, сохранение социальной направленности бюджета муниципального образования Кашхабрский район, совершенствование межбюджетных отношений, достижение целевых показателей, предусмотренных муниципальными программами муниципального образования Кашхабрский район, указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года номер 204 о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года, указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года номер 474 о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года. Далее в заключении снижение показателей оплаты труда работников бюджетных сфер, установленных в соответствии с указами президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года номер 597 о мероприятиях по реализации государственной социальной политики и от 1 июня 2012 года номер 761 о национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. Далее, ежегодная индексация заработной платы работников бюджетной сферы не охвачивает их майскими указами. Это как раз предыдущий проект решения. Далее, принятие мер по повышению инвестиционной привлекательности муниципального образования Кашкабрский район. Планирование бюджетных инвестиций в объекты собственности муниципального образования Кашкабрский район должно осуществляться в рамках подтвержденных муниципальных программ и совершенствоваться система закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. Осуществление контроля главными распределителями бюджетных средств за выполнением муниципального задания бюджетными и автономными учреждениями муниципального образования Кашкабрский район. Автономными в случае их появления у нас на сегодняшний день. Обеспечение открытости и прозрачности управления общественными финансами, расширение практики общественного участия в процессе обсуждения и принятия бюджетных решений, развитие принципа инициативного бюджетирования. Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса, доступности информации о муниципальных финансах муниципального образования Кашкабрский район. Повышение качества и доступности муниципальных услуг, большение перечня получаемых муниципальных услуг в электронной форме. Что касается основных направлений налоговой политики на 2023 год и на плановый период, ими являются проведение анализа уровня собираемости местных налогов, продолжение работы по эффективному межведомственному взаимодействию с целью снижения недоимки, продолжение работы, направленной на легализацию трудовых отношений и снижение неформальной занятости, достижение высокой степени достоверности информации об объектах налогообложения, продолжение работы по проведению оценки эффективности налоговых львов по местным налогам, проведение мероприятий, направленных на актуализацию налоговой базы по имущественным налогам, выявление ранения зарегистрированных объектов недвижимого имущества и земельных участков с целью их включения в налогооблагаемую базу, Проведение оптимизации структуры имущества, находящегося в муниципальной собственности и муниципальном образовании Кашхабрский район, с целью получения дополнительных доходов от его использования или реализации. Продолжение работы по обеспечению полноценного и достоверного учета имущества, находящегося в муниципальной собственности и муниципальном образовании Кашхабрский район, а также земельных участков государственной собственности, которые не разграничены и предоставлены в аренду. Поддержка малого и среднего предпринимательства, стимулирование самозанятости и предпринимательской инициативы, совершенствование администрирования области аренды измеренных участков и объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, проведение претензионной исковой работы по взысканию задолженности по неналоговым доходам. Депутаты внимательно высушили основные характеристики бюджета, в том числе статьи по расходам и доходам. Далее парламентарии утвердили отчет председателя территориальной избирательной комиссии Кашхабрского района. Вашему вниманию предлагается отчет территориальной избирательной комиссии по расходам денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Кашхабрский район и депутатов сельских поселений. Как вы помните, 11 сентября, введенный день голосования, мы избрали 118 депутатов. Из них 23 депутата – это депутаты районного совета народных депутатов муниципального образования Кашхабский район, 95 депутатов сельских поселений. Выборы проводили 22 участковые и территориальная избирательная комиссия в количестве 184 человек. На проведение и подготовку выборов было выделено с районного бюджета 2 миллиона 400 тысяч рублей, которые были израсходованы на компенсацию дополнительную оплату труда вознаграждения в размере 1 миллион 527 тысяч 886 рублей. Расходы на изготовление бюллетеней, печатной продукции, издательской деятельности составили 550 тысяч 431 рубль. Канцелярские расходы составили 103 тысячи 390 рублей. Расходы на приобретение оборудования и других материальных ценностей составили 29 тысяч 600 рублей. Другие расходы, связанные с гражданскоправовыми договорами, составили 188 тысяч 692 рубля. По остальным вопросам повестки дня выступил председатель Совета народных депутатов Александр Прианцев. Одной из ключевых тем стало утверждение списка кандидатов для занесения на доску почета района. По всем обсужденным вопросам сессии были приняты соответствующие решения. Продолжение следует...